Добрый день! Добрый день вам, люди! Я хочу что сказать. Вы знаете, я вчера случайно, собственно, не случайно, включив телевизор, я обнаружила бегущую страху. Ни Родины, ни парка мы не хотим умирать. Это была передача, посвященная как раз вот этому событию нашему с вами, по поводу чего мы собрались. Вы знаете, очень больно. Вот я прочла это, я в прошлом медработник. Я 40 лет проработала с детьми. Вот столько детей больных бронхолегочными заболеваниями, как у нас в Дзержинске, я не знаю, есть ли где еще столько. Зелень, деревья, это легкие города. Нам нужно бороться за каждую веточку, за каждое дерево. О чем идет речь? О каких вырубках? Да, был Первомайский лес. Вырубили. Теперь железная дорога у нас идет почти по городу. Нет той границы, которая прикрывала железные составы, железнодорожные составы от жилого массива. Мало этого, много мы ходили, мы выступали, мы боролись. Кто нас услышал? Нас власть не слышит, она нас не видит, она нас за людей не считает. На пыре то же самое. Повырубали здоровый лес, ища белокрылку. Где она, простите? Ее нет. Что и кто наказан за это? Никого. Ну так до каких пор это будет продолжаться? И теперь уже дошла очередь до парка. И вот эти вот слова, ни Родины, ни парка, вот вы знаете, что касалось, ну Родина я поняла. Это шла речь о кинотеатре Родина. Действительно. Простите меня за грубость. Срамное, срамное покрывало висит сейчас на здании кинотеатра Родина. Некогда любимого, красивого, великолепного, по-домашнему уютного нет его. А теперь вот уже и очередь парка. Давайте бороться, давайте стремиться отстаивать интересы нашего города, нашего населения, нашего подрастающего населения. В них ведь вся жизнь заложена. Не будет их, не будет ничего. Мои слова на этом и кончаются. Спасибо за внимание.